всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут виктория сегодня приготовим вместе очень вкусный красивый и в то же время простой в приготовлении салат мимоза оставайтесь со мной если видео рецепт вам понравится не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал для приготовления салата мимоза я буду использовать самые простые продукты которые найдутся у каждого в доме я отварила заранее яйца отварила картофель и морковь также я буду использовать зеленый лук можно использовать обычный лук майонез соль перец тунец я буду использовать вот такой тунец и на украшение у меня вместо укропа будет листья салата рукколы конечно же украшать можно по желанию я буду украшать так потому что сейчас у нас в данное время нет укропа очень жарко и в магазин не завозят укроп посмотрите в конце как получится я думаю что получится очень красиво полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео сначала подготовим все ингредиенты начинаю очищать яйца рекомендую отваривать яйца по всем правилам чтобы желточки у нас получились яркого желтенького цвета при варке яиц я добавляю в воду еще не закипевшую воду одну чайную ложечку соли сейчас буду очищать картофель картофель обязательно нужно варить в кожуре затем буду очищать морковь затем займусь рыбой я буду использовать тунец без косточек если вы будете использовать другую рыбу например сайру или сардину то обязательно избавьтесь от косточек рыбу я выложила в тарелку и буду хорошо ее разминать вилкой у меня тунец без масла если у вас тунец например с маслом то масло можно просто слить я буду использовать для салата зеленый лук потому что сейчас лето конечно же вы можете использовать обычный лук также лук можно замариновать при желании мы любим так я лук мариновать не буду лук мелко-мелко нарезаю и я займусь нарезкой овощей картофель я буду мелко-мелко нарезать ножиком морковь буду натирать на мелкой терке займусь яйцами у яиц нужно белки отделить от желтков белки буду натирать на крупную терку желтки буду натирать на мелкую терку все ингредиенты подготовлены нарезаны и сейчас приступаем к сборке салата майонез для удобства переложу вот в такой целлофановый пакетик обрежу кончик у пакетика так будет удобнее накладывать майонез на каждый слой салата салат я буду собирать в тарелке горочкой буду стараться делать как можно ровнее вы же можете воспользоваться кондитерским кольцом тарелка у меня диаметром 20 сантиметров первым слоем я буду выкладывать картофель чтобы салатик при подаче не разваливался я вот так немного утрамбовываю все соль перец и майонез можно регулировать все делайте по своему вкусу удобно очень распределять майонез силиконовой лопаткой следующим слоем буду выкладывать тунец и то же самое солим подсаливаем от перчевая и выкладываем майонез следующим слоем буду выкладывать лук и смазываю майонезом за луком буду выкладывать белки белки разделю визуально на две части потому что белков получилось много сначала выложу одну половину и другую буду выкладывать позже время от времени вот так опять провожу лопаткой подправляю если что-то нужно по бокам тоже можно немного смазывать майонезом даже не можно нужно следующим слоем будем выкладывать морковку прикладываю еще один слой белков салат у нас получается такой прямо как невеста называется мимоза но я бы ему дала название невеста такая красивый праздничный но конечно же его можно есть просто без всяких праздников я готовлю например не на праздник теперь у меня вот получилось много желтков буду выкладывать желтки самый такой ответственный момент скажем так желтки в этом салате это такая звезда прямо звезда салата я бы назвала вот так красиво если когда вы укладываете чтобы каждый слой просматривался и вы готовите например не просто а на праздник такой универсальный салатик он подойдет и просто и на праздник на все случаи жизни продукты простые готовится просто обычный такой салат всем нравится и детям даже многим нравится лук можно не добавлять если вы лук не любите в общем очень много вариантов всяких как украсить тоже используйте свою фантазию у меня получилось в итоге три слоя белков и два слоя желтков и по краям буду выкладывать желтки вот так получится они у нас такой небольшой кружочек белков и желтки украшаем по своему усмотрению я буду украшать вот так веточками рукавы как я уже говорила еще раз повторюсь у нас сейчас укропа не могу найти в магазинах не знаю почему может быть потому что жарко и и украшаю салатик так листиками салат отправляем на несколько часов в холодильник и подаем к столу салатик у меня провел в холодильнике два часа сейчас я его достану разрежу вам и покажу какой он получился внутри салат мимоза получается очень нежный очень вкусный и приготовить его совсем просто попробуйте и вы приготовить такой салат я всем желаю приятного аппетита подписывайтесь на мой канал если рецепт вам понравился ставьте лайки пишите мне свои комментарии ваши комментарии это лучшая награда для меня всем желаю прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами